Ретроградный Меркурий, эра Водолея, год Юпитера. Что всё это значит? Сегодня нам расскажет астропсихолог, член Международной ассоциации астрологов Екатерина Холкина. Катя, здравствуй. Здравствуй, Олеся. Хочется начать вот, наверное, с самого душесчипательного, то, что все постоянно, периодически обсуждают и обвиняют ретроградный Меркурий. Действительно ли он во всём виноват? На самом деле это не так. Ретроградный Меркурий вообще, вот если честно, для меня лучший период, потому что это период, когда мы можем исправить свои ошибки, которые мы совершили в прошлом. Доделать дела, встретиться с людьми, наладить отношения, то есть дойти до тех ошибок, до которых у нас не доходили руки. Это прекрасное время. Конечно, в ретроградный Меркурий лучше не подписывать новые документы, договора, не покупать дорогостоящую технику, автомобили. Конечно, лучше не подписывать купли-продажи, недвижимости, различные документы. Но для переделки различных наших ошибок, которые мы совершили в жизни, это замечательное время. И, кстати, ещё у некоторых людей в натальных картах Меркурий уже стоит ретроградный. Так что ж теперь вообще, что ли, не жить? То есть это показатель астрологический, мы можем его всегда проиграть, если вы знаете, что у вас в натальной карте, если вы знаете, как правильно запланировать своё время. И на самом деле небо всегда нам даёт то время, для которого нам нужно правильно распределить свои ресурсы, так скажем, да, свои дела. Поэтому совершенно не страшно. Ну вот за последнее время, мне кажется, ретроградный Меркурий стал уже каким-то и мемом, и вот поводом для разговоров. Потому что, возможно, из-за развития соцсетей, да, это стало выходить на поверхность. Ретроградный Меркурий ведь и раньше был. Но в последние пять лет о нём очень много говорят. И он не успевает закончиться, начинается новый, и все говорят, вот у меня не получается, потому что это он. Кто-то оправдывает свои опоздания, какие-то фейлы, да, которые случаются на работе или в личной жизни, и всё потому, что вот он виноват, вот сейчас закончится, и я заживу. Как всё-таки, какой можно совет, рекомендацию дать людям, которые вот смотрят прогнозы, да, астрологов, читают что-то в Инстаграме, где угодно, и думают, что всё, ну сейчас у меня будет плохой период в жизни, и настраивают себя таким образом, возможно, на всё это. Что им делать? Ну, опять же, самый первый совет астрологов и астропсихологов – это не заходить в негатив. У нас всегда есть различные периоды на небе, такие как эритроградный Меркурий, эритроградная Венера, которая, кстати, сейчас у нас идёт, да, она закончится у нас 29 января. Да, бывает и эритроградный Марс, и Уран, и Плутон, у нас все планеты на небе, кроме Солнца и Луны, бывают эритроградными. Так теперь, что же нам делать? Не жить, да. Самое главное, наверное, как я уже сказала, планировать правильно свои ресурсы. Если вы знаете, что в следующем месяце у нас идёт эритроградный период, там, например, с 14 января по февраль, да, вы знаете все эти даты, запланируйте правильно своё время, и у вас будет всё гармонично, вы всё успеете, и эритроградный Меркурий абсолютно не будет виноват. На самом деле всё зависит от человека, да, потому что всё-таки как мы двигаемся, какие мы делаем первые шаги, всё зависит от нас. Поэтому не надо, пожалуйста, всё сваливать на небо, на Меркурий, на Венеру и так далее, тому подобное, да. Мы всё-таки сами отвечаем за себя, у нас есть сейчас модное слово «осознанность», да. Давайте мы будем осознанными личностями, будем отвечать сами за свои поступки. А ты вот уже в нашем диалоге употребила такое словосочетание, как «натальная карта». Я думаю, что не все знают, что это такое. Давай объясним. Натальная карта – это ваш звёздный паспорт или снимок вашего звёздного неба в секунду вашего рождения. В секунду. В секунду, да. Поэтому очень важно, и я всегда говорю в своих сторисах, в Инстаграме, что профессиональный астролог всегда вам сделает ректификацию. Ректификация – это определённая, так скажем, система, когда мы высчитываем время рождения до секунды, и только тогда будет правильная натальная карта. То есть ваш вот примерно вот такой красивый звёздный паспорт, где будут все ваши плюсы, все минусы. Когда вы, так скажем, увидите все свои таланты, где, так скажем, нужно что-то поработать над чем-то, над какими-то планетами, потому что каждую планету мы можем проработать. Ну что значит проработать? Сделать определённые действия на психологическом уровне и на физическом уровне, чтобы ту сферу в натальной карте, за которую отвечает эта планета, мы подтягиваем, так скажем, да, подпитываем её энергией. Примерно так. Вот, кстати, словосочетание астропсихолог, и сейчас ты тоже уже сказала, что это вот с психологической точки зрения. А почему сейчас вот такое словосочетание, да, не просто астролог, а астропсихолог? Астролог должен быть психологом, я правильно понимаю? Да, это, наверное, всё-таки новое направление в астрологии, да, потому что астролог, так скажем, прошлого поколения, да, можно сказать, что там другой эры, да, потому что мы сейчас находимся, всё-таки вошли в эру водолея. О которой мы поговорим. Да, о которой мы поговорим позже. То есть мы, я не просто, и мои коллеги, да, которые прошли такое же обучение, как я, мы не просто делаем натальную карту, мы не просто говорим показатели, да, а мы ещё даём советы именно психологические, как проработать ту или иную планету, тот или иной аспект, чтобы человеку было гармонично проживать свою натальную карту. Сейчас очень модно ещё дизайн человека, да, он тоже является таким общим модным понятием, но всё-таки натальная карта, мы делаем время точное до секунды, и поэтому, наверное, это самые точные показатели. А вот человек пришёл на консультацию к астрологу, астропсихологу, ему сделали его натальную карту, рассказали, где как расположены планеты, как они на что влияют, и, например, если у человека там какие-то негативные аспекты, и, например, ему могут сказать, вот ты никогда не будешь богатым, или у тебя никогда не будет детей, ты никогда не будешь счастлив. Вот очень многие, например, та же православная церковь, она же отрицательно к этому всему относится, потому что, как я понимаю, за то, что людей как будто бы программируют на негатив, и они всё-таки, ну, раз уж у меня так вот на натальной карте, то что же я буду делать, всё? Ну, на самом деле, немножко всё не так. Смотрите, у нас всё-таки астрология, сейчас астропсихология, это, ну, на самом деле, одна из самых древних наук, да, она появилась ещё до нашей эры, это не фатальные вещи. До нашей эры шумеры, так скажем, первые, да, начали заниматься астрологией. Я, кстати, прости, вот я перебью, я даже прочитала вчера, что в Древней Греции астрологии изучали в медуниверситетах. Да, совершенно верно, потому что вообще в средние века у нас вся медицина была построена на астрологии и на лунном календаре. То есть как человек приходил с заболеванием каким-то, смотрели так, у вас Венера вот там вот где-то там, поэтому вот так или что? Да, немного не так. Смотрите, у нас в натальной карте за каждый орган в нашем теле отвечает та или иная планета. И мы можем, у нас есть такое понятие, как планета-антагонист, например, Солнце и Сатурн это планеты-антагонисты. Поэтому, например, болезни по Сатурну лучше лечить в часы Солнца, либо смотреть определенные... А что такое антагонист в этом смысле? Ну, то есть они противоположны, да, то есть Солнце у нас это харизма, это прям такое у нас лидерские качества. Сатурн это более сухой, концентрированный человек. Например, Солнце у нас это сердце наше, это наша геофрагма. Сатурн это скелет, это кости. Поэтому у всех, у кого скрипят коленки, вот 80% у вас что-то с Сатурном не так, да, и по себе, по своему опыту. Так вот, мы отвлеклись от вопроса. Какой вопрос-то был? Я забыла. А вопрос был в том, что принимать за чистую монету натальную карту и дальше кончится. Натальная карта это не фатальные показатели, да, поэтому сейчас вот новое направление, да, именно астропсихология, то есть все можно исправить. Да, мы все родились с плюсами, с минусами, у нас у всех есть негативные аспекты, но если мы будем работать в определенном ключе, там, например, если у нас Марс, так скажем, слабенький, да, то мы занимаемся спортом, мы его прорабатываем, у нас повышается энергия, да, потому что все-таки каждая планета еще имеет свою, так скажем, энергетическую вот вторую сторону, да, так скажем, поэтому очень важно этим заниматься. И если, например, у вас, ну, дом финансов, да, из-за него отпечает Марс, если вы будете заниматься Марсом, то, поверьте, через год, через два с финансами у вас будет намного лучше ситуация, и вы сможете правильно ими распоряжаться, потому что зачастую, даже если финансы к вам приходят, люди не умеют ими распоряжаться. Вот, кстати, да, если взять пример, что в одну секунду, в одно и то же время, в один год, в один месяц, в один день, в одну секунду, опять-таки, на свет появились два человека. Один из них, например, сквозь годы стал миллионером, а другой стал человеком без определенного места жительства. Такое ведь может быть. Конечно. И почему так? Потому что как-то они неправильно шли по своим рекомендациям. Ну, во-первых, да, у нас еще есть, мы привязываем, конечно, натальную карту к месту рождения, да, потому что у нас на карте есть координаты еще, да, то есть она не просто дата, год и время рождения до секунды, это еще место. Конечно, географическое положение имеет, ну, место, да. Важное значение. Да, важное значение. И, опять же, например, когда два человека родились в разных местах, да, очень влияет на, так скажем, наше кармическое предназначение и вообще, как мы проживаем свою натальную карту, наше окружение. А если они родились в одном месте, в одном и том же роддоме? То есть на секунду просто. Ну, опять же, окружение у нас влияет очень сильно на нас, да, то есть, например, один человек родился в определенной семье, да, например, и его отдали в другую школу. Опять же, дали ему возможность следоразвития. Может быть, у него мама там была супермама и развивала, опять же, чисто по интуиции, да, там, спорт Марса, красота, музыка Венера. То есть, может быть, она отдала этого ребенка в актерскую школу, да, развила, так скажем, солнце. Поэтому человек просто поменялся. Давай с тобой уже переходить к другому этапу разговора. Вот все говорят сейчас про какую-то вот эру водолея. Что это значит? Эра водолея, да, сейчас просто все инстаграмы, наверное, говорят об этом. Смотрите, вообще в астрологии эра определяется соединением планет Юпитера и Сатурна, которые у нас происходят каждые 20 лет. Так вот, в 20-м году, 21 декабря, было такое соединение. И впервые за 200 лет это соединение было в знаке водолея, стихия воздуха. Поэтому все предыдущие 200 лет, если мне не изменяет память, это с 1872 года у нас была другая эра, эра земли, тельца, то есть у нас были другие ценности. Так это была моя эра, я телец. Ну, на самом деле, это касается, наверное, всего населения земли. Это, если ты телец, а кто-то водолеет, а на самом деле не так влияет. Это влияет на поколение. Это не значит, что, например, для тельца это наиболее важно? Или так сейчас, если эра водолея, то для водолеев это особенно важно? На самом деле нет. Я бы сказала, что это важно для стран. Потому что, например, Россия у нас как раз-таки под знаком водолея. И все же прогнозируют большое развитие для России, да? А водолеи – это воздух. Дождались, наконец-то. Ура! Водолеи – это интеллект, это развитие авиаконструктора, да? То есть это будет и космос развитие, то есть это технология, интеллект, это интернет. Все заметили, что, так скажем, коронавирус к нам пришел, и все ушли в интернет. Это же все не просто так. Да, на все есть свои... То есть это все планеты? Это все планеты, на самом деле, и как ни странно, да, вы можете верить, можете не верить, но вот, например, я когда готовилась, почитала немного историю, вот такая же эпоха водолея у нас была в 1242 году, как раз-таки в Европе. Это была эпоха Возрождения, и она продолжалась на протяжении 200 лет. Вспомните, там и Возрождение, и интеллект, и там первый был закон подписан на гражданстве, там свобода, то есть там происходили такие революционные вещи, потому что все-таки управитель Водолея – это уран, а уран – это такой очень крутой революционер. Он будет разрушать все старое, все ненужное, и те люди, которые не смогут подстроиться, которые не будут гибкими, не смогут подстраиваться под обстоятельства, им будет непросто, так скажем. Катюш, сейчас прервемся на небольшую рекламу, а затем продолжим разговор о том, как же себя вести вот в эту эпоху Эйру Водолея. Начался 2022 год. Что нас ждет в этом году, да и в последующих, сегодня мы говорим с астропсихологом, членом Международной ассоциации астрологов Екатериной. Катя, ну мы с тобой уже начали говорить о том, что же такое Эйра Водолея, и вот давай теперь определим, как лучше всего себя вести, я так понимаю, вот эти вот 200 лет, чтобы все у нас было хорошо. Сколько, кстати, будет длиться эпоха? Примерно 200 лет, да, тоже. Вот, поэтому, ну, давайте не будем забегать на 200 лет вперед, давайте, так скажем, посмотрим, что у нас будет в будущем, хотя бы этот год, да, потому что у нас год Юпитера. Вообще, да, ну смотрите, у нас каждый год проходит под определенную планету. Вот, например, когда начался коронавирус, это у нас был год Луны. Луна у нас отвечает за дом, за домашний очаг, и это самая эмоциональная планета. Вот вспомните, как все эмоционально реагировали, да, на все запреты, ну, когда они только начинались, все сидели по домам. Вспомните, как было, да, нам эмоционально некомфортно. Прошлый год был год Сатурна. Запреты, ограничения, границы закрыли, маски, QR-коды, вакцинация, это все свойственно Сатурну. И сейчас, наконец-то, год Юпитера мы дождались. Я очень надеюсь, что границы наши откроются при, конечно, определенных каких-то условиях. Год Сатурна – это покровитель, прежде всего, образования нашего мировоззрения. То есть больше внимания уделять образованию сейчас. Образование, мировоззрение. И еще Юпитер – это большие финансы. Да, поэтому… То есть они нас сулят? Да, но не всем. Не всем. Но не всем. Те, кто… Я уже такая воспряла. Те, кто упорно трудились в год Сатурна, несмотря на все запреты, преодолевали все препятствия. Но это точно медицинские работники и журналисты. Ну, не только. Я думаю, что все люди, которые не смогли работать оффлайн, они все ушли в онлайн. Я думаю, что это было тоже непросто. То есть все эти люди, которые подстроились под новые обстоятельства, которые были гибкими, такими сообразительными, да, не сидели на диване, не ждали. Ой, вот сейчас коронавирус нас пройдет, и все будет как прежде. Не будет как прежде. И для тех людей, которые старались, что-то придумывали, что-то делали, не сидели на диване, вот для них Юпитер просто подарит шикарные подарки, я думаю, в виде финансов, либо, может быть, повышение должности, либо, наконец, открытие новых направлений в бизнесе, да, потому что все-таки финансы. Почему? Юпитер – самая большая планета у нас, да, в Солнечной системе, и она все расширяет. Так вот, если трудились, она расширит ваши финансы, возможности, но если вы не трудились, вы прибавите в весе. Поэтому все, кто сидели на диване, бегите в спортзал, потому что Юпитер даст вам прибавку. То есть это будет в расширении в частях тела, да. На что еще обратить внимание в этот год? Конечно же, еще Юпитер – это духовность очень большая, да. Ну, естественно, это еще за границей путешествия. Ну, не знаю, как насчет путешествий, но я бы всем посоветовала найти свой духовный стержень. Не обязательно вдаваться в религиозные какие-то, да, ходить в церковь, нет, просто для себя. Найти свой стержень, с которым вы будете дальше жить на протяжении, там, 50-100 лет, да, в нашу эпоху Водолея. Найдите свои таланты и развивайте их. Найдите свою изюминку, которую вы так, ну, сможете продать, да. Потому что все равно вот эта вот гибкость для эры Водолея, то есть человек должен уметь заработать в любой ситуации, да, своими талантами, там, языком, головой, телом, ногами, руками. Умение подстроить по ситуации. Да, подстроить, совершенно верно. То есть уже пора найти это и развивать. Ну, кстати, вот коронавирус как раз и показал вот то, что те люди, которые могли легко принимать ситуацию, подстраиваться, у них в итоге все и в порядке, а тот, кто принимал в штыки все, то, что происходило, у них как раз начались проблемы. Это вот и, знаете, такая, не знаю, фильтрация, может быть, или как сказать, да, то есть люди, которые уже не стали ничего ждать и пошли вперед, и люди, которые все-таки еще ждут и надеются, но уже не будет у нас жизнь, как прежде. Нужно двигаться вперед, находить свои сильные стороны, прорабатывать свои слабые стороны, не бояться. Да, всегда страшно сделать первый шаг, очень страшно. Но всегда есть определенные помощники, да, натальная карта, всегда можно высчитать даже часы по планетам, да. Если тяжело пойти на спорт, проработать Марс, можно вычислить часы Марса и пойти именно в часы Марса, и тогда будет... Вот, кстати, я хотела тебе личную благодарность за это сказать, потому что ты у себя в Инстаграме написала «Часы Марса, когда лучше всего пойти в спортзал», и я очень долго не могла вернуться в спортзал, я пошла именно по тем самым временным отрезкам, и теперь мне не остановить две тренировки в день. Ну вот. А какие были ощущения, поделись? Ощущения были... Сначала мне, конечно, было очень тяжело, но я не стала себе ругать, я и 10 минут не могла там пройти по степперу, но все равно, после того, как я сделала первые вот эти 10 минут, я поняла, что наконец-то я вернулась в то, что мне так близко. Ну, второе дыхание, да, какое-то открылось. Да, это всегда очень помогает, конечно, когда вы не можете на что-то решиться, всегда можете посмотреть именно то время, когда у вас была дополнительная поддержка от неба. Оказалось, что как я вообще без этого жила? Как я могла столько месяцев ничего не делать? Кать, а вообще кто к тебе обращается? Кто твой типичный клиент? И может быть, не твой, а в целом, вот к астрологам. А кажется, что часто же люди путают, что некоторые думают, что астрологи это какие-то медиумы, экстрасенсы. У некоторых я до сих пор, вот когда готовилась к интервью, читала, что ожидать, что придут к астрологу, а у него там вот этот вот шар со вселенной магический, он там что-то... И ворон где-то сидит на плече. Есть такие мифы. Вот кто обращается к астрологам? Какие-то как будто бы сумасшедшие люди или все-таки нормальные? Ну сразу скажу, у меня шара нет. Поэтому кто идет за шаром, я вас очень сильно огорчу. Сова или ворон тоже на плече не сидит? Нет, не сидит, только хорошенькая собачка у меня сидит на коленках. На самом деле обращаются, ну, наверное, все, но в основном, кстати, 90% конечно девушки. Девушки. Потому что мужчины, ну вот они... Скептически настроены. Скептически. Мужчины больше обращаются, знаете, по бизнесу. Да, потому что есть консультация бизнеса, когда мы можем посмотреть совместимость с вашим новым партнером. Подходите ли друг другу, будет ли у вас бизнес, да, там обманет он вас, либо не обманет. Ну, грубо говоря. В основном приходят девушки посмотреть на личную жизнь, на профессиональное предназначение. А ты говоришь им, например, если девушка пришла, и вот у нее там по карте как-то видно, что ей партнер не подходит, ты говоришь, ну слушай, ну давай вот разводись, или давай-ка ты вот туда. Ты такое говоришь, или как вообще девушки с этим работают? Ну, я такого не говорю. Я всегда... Понимаете, моя работа – это дать совет. Вы должны принимать решения самостоятельно. Я могу только посоветовать, направить. Я могу задать какой-то вектор. Я знаю, что даже существует какой-то кодекс чести у астролога, что вот он что-то не может говорить, потому что это просто неприемлемо в его профессии. Ну, потому что вообще консультация – это очень большая ответственность, да, потому что все, что я говорю, я перепроверяю, наверное, ну, не знаю, раз сто, да, потому что та информация, есть люди очень мнительные, да. И нужно всегда очень аккуратно говорить. Я всегда говорю советом, что вот есть такие, к сожалению, показатели, не совсем хорошие, я говорю, я не говорю даже там плохие, напряженные, говорю, не совсем хорошие. Вот, я бы вам посоветовала сделать то или другое, да, ну, вот примерно так. Потому что человек должен решить, и я все-таки за позитивный настрой, да, у нас не фатальная наша нотарная карта, даже ваша совместимость с партнером не фатальная. Всегда можно найти точки соприкосновения какие-то. Проработать их. Проработать, да, но опять же, если мы говорим про пару, это работа все-таки двоих. Да, поэтому если девушка очень хочет работать, а парень говорит, да ну это что-то, что это такое, да, что ты мне тут говоришь непонятные вещи, но это просто не получится, да, к сожалению. То есть всегда работа вдвоем. Знаю, что сейчас очень часто стали обращаться мамочки с детьми, потому что хотят как-то понять, куда ребенка направить, да, чтобы как-то звезды подсказали, потому что они в растерянности. Да, это тоже популярная консультация, конечно, потому что мы можем сразу посмотреть таланты наших деток. Мы можем посмотреть, кем они будут в будущем, да, примерно определить профессии. Я могу посмотреть, хорошо ли, например, ребенка учится за границей. Мы даже можем страну выбрать. Мы можем посмотреть, подходит ли ребенку домашнее обучение. Может быть, ему слишком тяжело в школе, да, на него давит атмосфера, может быть, этих стен. Есть такие показатели? И тогда я советую перевести ребенка на домашнее обучение, и ребенок расцветает. Опять же, можем определить хобби, там, какой спорт, даже можно посмотреть, какое домашнее животное. Кстати, тоже очень важно, потому что животное, правильно подобранное, может нам помочь справиться с определенными болезнями. Да, оно будет немножечко забирать негатив. Мы должны о нем очень хорошо заботиться, но наше здоровье, особенно здоровье деток, будет улучшаться. Теперь такой вопрос в сторону, наверное, HR, потому что я знаю, что некоторые компании у себя на работе используют услуги астролога для того, чтобы понять, вот, как, куда с тем или иным кандидатом идти. И я знаю, что даже во Франции астролог – это официально признанная профессия, то есть он есть в Штате и во многих компаниях. Ну, вообще, у нас, я думаю, уже в Москве есть такая тенденция развития. На самом деле, конечно, когда я вижу натальную карту человека, я сразу могу сказать, как он будет работать, да, как он впишется в коллектив. Можно даже высчитать вообще знак зодиака коллектива, да. Как интересно. Да, очень интересно. Интересно, какой из телеканала Хабаровск знак зодиака. Вот, поэтому можно все посмотреть, опять же, будет вас человек обманывать, да, насколько он будет вкладывать энергии, да, в работу. Можно посмотреть совместимость с начальником, да, если, например, это помощник, да, им нужно будет работать, например, 24 часа в сутки, да, насколько они будут уживаться, да. Это все очень важно. И на самом деле, вот, у нас, конечно, хоть и говорят, что в советский период астрология была под запретом, она была такой наукой, но... Всего наукой, да, ее называют? У Сталина был личный астролог, причем этот астролог, он был шпионом, да, Воронский, у него это вообще первый, так скажем, советский астролог, он издал очень много книг, у него было очень много учеников. Так вот, он работал шпионом и был еще личным астрологом Гитлера, поэтому, да. Такие, прости, я не побоюсь этого слова, жуткие персоны использовали услуги астрологов для того, чтобы сделать такие ужасные дела, я не понимаю. Да, потому что все планировалось, и у нас даже была лекция, когда на обучение, сейчас уже детали не помню, но нападение, как раз-таки начало войны в 39-м году было тоже подсчитано по астрологии. Получается, что астролога могут использовать как не в позитивном ключе, а в негативном, да, это такое оружие? Это, да, потому что астролог может высчитать, например, есть такие дни в лунном календаре, когда люди становятся очень восприимчивы к информации, и если, например, это использовать, ну, в не очень таких вот гуманных целях, да, то может просто произойти катастрофа. Еще один такой, мне кажется, душесчипательный вопрос. Вот астрологи, может быть, не шарлатаны, но, может быть, те, кто не доучились, плохо в чем-то разбираются, или они сами себя, может быть, не так проработали, и они, возможно, дают не то, что нужно человеку. Как понять, что астролог качествует? Это очень тяжело, потому что сейчас, наверное, в Инстаграме очень много астрологов. Сразу спрашиваю, делают ли ректификацию. Наверное, это первый показатель. Ректификация – это? Это уточнение времени рождения до секунды, потому что все-таки это первый показатель, это достаточно сложная, так скажем, система, то есть это все делается в программе. То есть я от руки ничего не черчу. У меня есть программа в компьютере, он все мне высчитывает до секунды. То есть мое влияние, например, карты Таро, да, то есть человек все равно влияет, он эти карты берет в руки, он выкладывает. Я не влияю, я не взаимодействую, то есть у меня компьютер все высчитывает. И, конечно же, когда спрашивают, например, печатный у вас текст или нет, сразу скажу, вот, например, в той же программе, особенно в поздних версиях, там нажимаешь на определенную, так скажем, кнопочку, и там выходит текст. Но текст, к сожалению, он устаревший, еще там, когда Павел Глоба только начинал его разборы, то есть астрология двигается вперед, у нас открываются новые аспекты, то есть мы начинаем по-другому трактовать, да, то есть мы живая наука. Да, поэтому смотрите, всегда личная живая консультация, это всегда плюс, то есть вы общаетесь с человеком, вы можете сразу задать ему вопросы, потому что печатный текст астрологическими терминами, это очень тяжело. А общие какие-то советы, которые мы как раз читаем, может быть, от Павла Глоба в глянцевых журналах или где-то слушаем по телевидению, да, когда говорят, ну вот, сегодня Овнам повезет, а тельцы вы берегитесь, там, вот, это вообще что, это какая-то шутливая форма астрологии или что это? Ну, Олеся, смотри, это, конечно, общие понятия, потому что все наши знаки зодиака, это прежде всего по солнцу, да, то есть солнце заходит там в определенные знаки зодиака, мы поэтому все рождены по знакам имбельзнецов, там, овна и так далее и тому подобное, но у нас еще есть же второй знак, он называется асцендент, наверное, некоторым знакомы уже это понятие, это восходящая точка на горизонте в секунду нашего рождения, и чем старше мы становимся, тем больше проявляется наш асцендент, и я, конечно же, советую прогнозы вот эти все смотреть по асценденту, а не по солнцу. То есть смотри, я, насколько я помню, у меня асцендент дева, я была всю жизнь тельцом, но сейчас чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь девой, правильно? Совершенно верно. Интересно. Да, поэтому все прогнозы тебе лучше смотреть по деве, потому что все-таки асцендент, это еще начало нашего первого дома, да, мы называем это первая сфера, это сфера личности, это наша маска в социуме, это как мы выражаем себя на людях, да, наша внешность, да, есть даже такая тоже, не знаю, как сказать, и глава, может быть, в астрологии, когда мы не знаем точного времени рождения, и мы используем астрофизиогномику, все знаки по асценденту похожи, даже есть определенная система, шкала у меня дома, да, когда я могу по фотографии, и по телосложению, и по характеру. То есть ты можешь увидеть человека и сказать, вот ты рак, или ты дева, ты... Ну да, могу, но я обычно этим не занимаюсь, потому что я так очень скромно себя веду, на самом деле. Ну, знаешь, мы тут шутим на телевидении порой, у нас, кстати, очень много тельцов, как раз творческие ведь люди, да, насколько я знаю, да, поэтому тельцов на телеканале очень много, и иногда мы шутим, ты себя ведешь, как типичный рак, или как типичный кто-то, ну, потому что начитались куча всего в интернете, да, и таким образом шутим, но, тем не менее, часто это действительно совпадает. Да, действительно так, потому что именно асцендент – это то, как мы проявляем себя в обществе, конечно. Поэтому если у кого-то асцендент в Скорпионе... Кать, вот смотри, поскольку до сих пор можно прочитать о том, что астрология – это псевдонаука, где вот этой псевдонауке вы учитесь? То есть какие-то университеты существуют, то есть какое-то же должно быть образование у человека, не можешь же он просто сел и сказать, вот я хочу быть астрологом, пойду, почитаю, и теперь буду вот всем рассказывать. Конечно, я обучалась в Москве 3,5 года, у меня диплом образовательный, да, то есть это все не просто так. И я продолжаю учиться, есть замечательный сайт urania.ru, я там постоянно выписываю книги, у нас проходят семинары, да, с астрологами, которые по 30 лет уже практикуют, по 40, то есть мы устраиваем различные семинары, вебинары, то есть постоянно идет учеба, практика, знания, потому что сейчас вот такая тенденция у нас, что, например, когда человек переезжает, он меняет, так скажем, свою карму немножко, да, потому что он меняет место жительства, карта натальная сдвигается, и вот сейчас такой спор идет в астрологии, в науке, как высчитывать все-таки, да, если человек больше 5 лет проживает на одном месте, он переехал, то стоит ли все-таки карту рассчитывать при рождении, в том месте, где он родился, или туда, как он переехал, то есть вот сейчас у нас такие споры научные идут, очень интересно. С тобой можно разговаривать бесконечно, поэтому приходи к нам чаще, ну а мы уже вынуждены попрощаться, и пожелать тебе чего-то хорошего нашим дорогим телезрителям, что ты скажешь. Спасибо большое, да, с удовольствием еще к вам приду. Ну, что я могу посоветовать? Конечно, планируйте прежде всего свое время, да, сейчас очень много информации, когда у нас периоды ретроградности планет, да, знаете, что планировать это, так скажем, должно быть у всех, да, написано. И развивайтесь, учитесь, вкладывайте себя, вкладывайте в свой интеллект, ищите свои таланты, развивайте их и действуйте. Спасибо большое. Ну что ж, у нас в гостях была Екатерина Холкина, астропсихолог, член Международной ассоциации астрологов. Ну, а я с вами прощаюсь. Если вдруг вы пропустили это интервью, вы его сможете посмотреть на нашем YouTube-канале телеканала Хабаровск. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok